Чемпионам и их тренерам по заслугам. Именно с такой мыслью депутаты Крайдумы решили внести поправки в закон о социальной поддержке спортсменов и их наставников. В школе Василия Скакуна к таким переменам относятся с радостью. Ведь если в октябре изменения примут, то серьезные бонусы получат представители только не олимпийских видов спорта. Таких как акробатика, кикбоксинг, каратэ, пляжный гандбол, радио и авиамодельный спорт. За победы в чемпионатах им будут выплачиваться солидные суммы. Прилагается увеличить в два раза материальную поддержку. Чемпионом мира будет по 100 тысяч выплачиваться. Чемпионом бронзовым и серебряным призером по 70 и по 50 тысяч. Чемпионом Европы будет 50 тысяч рублей ежегодно. Соответственно, серебряным 40 и 30 бронзовым. Анна Коробейникова, неоднократная чемпионка мира по акробатике, уверена. Такие меры соцподдержки помогут спортсменам стремиться к победе с утроенной силой. Титулы – это, конечно, хорошо, говорит девушка, но людям еще нужно на что-то жить. Сейчас они получают меньше 4 тысяч рублей в месяц. И это просто мизер. Если депутаты примут поправки, сумма вырастет вдвое. Сейчас такое непростое время, что все ищут как денежные виды спорта, допустим, денежную работу. А здесь будет, в принципе, к чему стремиться, если они будут знать, что за результат дадут там столько, за результатом дадут столько. То есть это как-то их тоже будет стимулировать. И они будут, я думаю, стремиться. Да, это подвижнет их прыгать, улучшать свой результат и к чему-то стремиться. Василий Скакун на встрече с депутатами отметил, что в его школе готовятся будущие чемпионы. И, подтверждая слова делом, представил победителей всероссийских и международных соревнований. На последнем чемпионате мира ставропольцы не оставили другим спортсменам никаких шансов на победу. Таких результатов уверен заслуженный тренер СССР и России. Ребята вряд ли бы добились без ежедневной работы их наставников. Здесь ведь дело как. Если ты не тренируешься, дрессируешь человека, то тогда, возможно, когда ты хочешь получить завтрашний результат сегодня, то ты тогда уже не смотришь на его здоровье и так далее. А когда мы 15 лет в сборной, тогда и смотришь, давай лучше здесь снизим нагрузку, давай здесь пропустим какой-то старт, давай еще чего-то. Таисия Трофимовна всю жизнь отдала тренерской работе. Вырастила не одного чемпиона мира по акробатике. Женщина уверена, благодаря поддержке краевого спорта в нашем крае появится еще не один спортсмен, который взойдет на верхнюю ступень педестала почета. Хотелось бы, чтобы и спортсменам, и тренерам было внимание, как им приятно было, ребятам нашим, что пришли из думы побеседовать, послушать их мнения, их пожелания. Во время открытой беседы с депутатами спортсмены рассказали о наболевшем. Так у акробатов нет никакого медицинского обеспечения. Получив серьезную травму, они за свой счет восстанавливаются. Еще одна проблема – армия. Будущие чемпионы уходят служить и за год просто теряют спортивную форму и потом с трудом возвращаются к тренировкам. Депутаты обещали подумать над этой ситуацией, но отметили – сейчас первостепенная задача утвердить поправки в закон в этом году. Если все получится, уже с января 2012-го спортсмены будут получать неплохие деньги за свои успехи.